Приветствую вас. Я думаю, что ответ в первую очередь моего коллеги Кудрячева Игоря Леонидовича является очень хорошим для нас. Я бы рекомендовал к нему прислушаться, я бы рекомендовал попытаться, по крайней мере, последовательным рекомендациям, которые вам мой коллега обозначил. А со своей стороны, не претендуя на, так сказать, первенство, я просто прочитаю ваш текст и дам некоторые комментарии. Как найти в себе силы выйти на работу после пятилетней добровольной самоизоляции? Ну, для начала нужно посмотреть на то, на что уходят ваши силы. Второе, это мотивация. То есть вам нужна мотивация. Если вы работу будете воспринимать только как работу, то вряд ли вас у вас что-то получится, потому что работа это лишь только с одной стороны некоторая деятельность, но с другой стороны работа. Это все-таки занятие тем, что вам интересно. Если вам интересно то, что вы делаете, а вы говорите, что профессия учителя для вас выглядит как достаточно такая нервная история, то естественно вам не особо нравится, не особо хочется в этой профессии работать. Наверное. И вы рассматриваете работу как способ, как средство для того, чтобы что-то для себя получить. Но это по сути накладывание одного на другое, потому что работа вас не должна спасать. Работа есть работа, она не предназначена для, там, к примеру, бегства от мамы или для поиска друзей, которых у вас, как я понял, почему-то нет. Или для какой-то реабилитации. Ну, собственно. То есть, как бы, это вот такие достаточно равные вещи, поэтому в первую очередь, на что вам нужно обратить внимание, это на мотивацию свою, на что вам вообще вот интересно. Дальше. Вы пишите, вот так вот сложилось, что я в топ-30 лет, я живу с родителями. Это не так сложилось. Это ваш выбор. И главное не увидеть, как мне кажется, свой выбор. Потому что, когда вы говорите, что так сложилось, как будто бы ваше вам участие. А в этом, в этом нет. Когда вы говорите, что так сложилось, как будто бы вы своей жизнью управляете. Нет личной ответственности здесь. Потому что так сложилось в результате ваших действий. В результате ваших выборов. Вот. И необходимо, конечно, заметить факты этого выбора. Детей нет. А какое значение дети имеют? За спиной неудачные отношения с попыткой эмиграции. Мне кажется, что здесь происходит точно такое же замещение. Как и перед этим, когда вы, говоря про работу, хотите чего-то другого, на самом деле, от работы. То есть, вы, говоря про то, что вот хотите работать, на самом деле, говорите про некоторые другие свои желания. То же самое и здесь. Вы, говорите, попытка построить отношения и эмиграция. На мой взгляд, выстраивание отношений. Это одно. Выстраивание отношений, это одно. А эмиграция, это совсем другое. Это разная вещь. В общем-то, у вас это совмещается. И совмещается достаточно легко. Тем не менее, да. Попытка неудачная. И, скорее всего, травмирующая. Ну, травмирующая, я имею ввиду, вас. Вот. С травмой нужно поработать. На мой взгляд, вы говорите, что вы с ней работали, но... Редопыт оказался для меня травматическим. Даже год лечил и тревожные расстройства психиатра. Психиатр, дело в том, что не занимается психотерапией. Психиатр, а... Как правило, занимается медицинским лечением. Ну... Препараты. Поблетки. А вот психотерапия, это все-таки немножко другое. Вот. Психотерапия, это все-таки больше... Непосредственное взаимодействие с вашей личностью и... Из вашего рассказа не совсем понятно... Есть ли у вас такой опыт или нет. Вот. Понимаете, да? Так, после возвращения на родину, закрылась себе и ушла во фриланс. До этого работала в газете и учителем в школе. Ну, опять же, да, вот... Как бы здесь, наверное, не стоило бы вернуться к вопросу миграции. То есть вы хотели мигрировать в этот планет, но... Как-то вот... Как будто бы, опять же, вы хотели мигрировать только вот через отношения. Что... То есть если я в отношениях, я... Могу мигрировать, говорите, как бы вы. Если я без отношений, то мигрировать как бы я не могу. Вот. То есть чувствуется здесь, знаете, эээ... Как будто бы... Что-то вроде беспом... Ну, без... Беспомощности. Как... Как будто бы... Как будто бы ощущается что-то вроде беспомощности все здесь ваше. Вот. Опять же, вы говорите, что вернулись во фриланс, но... Не совсем описываете, эээ... Вот то, что вы вернулись во фриланс, это... Связано... С вашим желанием где-то работать или с чем. Сейчас понимаю, так больше продолжаться не может, работа дома... Дома стала угнетать. А-а-а... Что произошло? Что изменилось? Я хочу в люди, но боюсь. Я думаю, что это абсолютно нормально, что вы боитесь в люди, потому что вы не очень понимаете... Не очень понимаете... Эээ... Того... А зачем вообще? То есть... Вы хотите в люди просто, чтобы быть в людях. Вот. Вы... Я хочу в люди, но нет пред... Нет предмета. Знаете? То есть есть просто хочу быть в люди и все. Я хочу в люди. Вот. Но к людям нужно прийти с чем-то. К людям нужно прийти с своей идеей, своим интересом. Чтобы было что этим людям... Эээ... Транслировать. А вот пока... Судя по... Эээ... Судя по описанию... Вам пока... Вам пока не особо... Не особо... Эээ... Понятно... Что вы... Хотели бы и могли бы... Транслировать. Так... Боюсь. Тем более боюсь возвращаться в школу. Ведь работа нервная. У меня остановит психотерапевтическое лечение. Добровольная пятилетняя... Изоляция. Ну... Психотерапевтическое лечение... Выступает скорее... Ммм... Позитивным моментом. Не... Не очень я здесь понял. Почему вы... А... Его... Вот... Лечение психотерапевтическое используете в качестве... Аргумента... Эээ... Ну... Как бы... Против. То есть... На мой взгляд... Психотерапевтическое лечение гораздо хорошо. Вот... Эээ... Ну... Как... Как бы... Это ладно. А... Конечно... Что у вас... Пятилетняя изоляция была... Это... Серьезно. Вот... Но... Мне кажется, что важно не это. А важно то... Чего вы сами хотите. Потому что здесь... Здесь нет... Опять же повторю... Вашей... Активности. Собственной. То есть... Не совсем. Здесь очевидно, чего вы хотите. Плюс отношения с мамой не складываются. Унижают, оскорбляют, доводят до истерки. Снова здесь нет вашего участия. Только мама и все. Вы только... Вы-то в этом контакте. Тоже как-то участвует. Ваша... Страна... Так же... Как-то воздействует... Влияет на... А... Ну... На взаимодействие с мамой. Возможность всех нет. Ну... Об этом сказал мой коллега... Кудрючев Игорь Леонидович. Я думаю сказал идеально. Идеально. Поэтому... Здесь я... Пожалуй... Просто направляю вас к его... Ответу по этой части вашего вопроса. И... В качестве... В качестве добавления хотелось бы порекомендовать вам психологическую игру. Да... Но... Ее можно найти... В интернете. Так... Ха... Хочу выйти на нормальную работу, но боюсь. Опять же... Хочу выйти... На... На нормальную работу, чтобы что? Нормальную работу, то что такое? Но боюсь, что тот комок из нервов и комплексов не вызовет особого энтузиазма у работодателей. Но вряд ли вы боитесь именно этого. Скорее всего, вы боитесь чего-то другого. Вот. Может быть, как и сказал мой коллега, вы боитесь быть отверженным. Но лично я думаю, что... Человек боится быть отверженным. В том числе, тогда... Когда... Не особо понятно... Чего он, собственно, хочет. Что ему, собственно, нужно. Что... На что он направляет свои силы. Вот. Мне кажется... Что... Чувствуй, вы... Несколько лучше... Свои приоритеты. Вот. Если бы вы ощущали... Свои приоритеты. Если бы вы... Ну, разобрались бы в том... Что... Что вам... Хочется делать, например. Например. Вот. Вот. То... Может быть... Факт возможного отвержения... Для вас был бы не так... Страшен. Как сейчас. Вот. Это для вас... Прям... Достаточно ощутимо. Когда вы говорите про... Комплексы нервы. То, опять же, здесь не совсем понятно, что вы имеете ввиду. Да. Как бы... Если у вас есть комплексы нервы, то нужна психотерапия. Так. Подскажите, как убедить себя в том, что эти страхи россиян, они никак. Они вам для чего-то нужны. И... Вы от этого имеете вторичную выгоду. Что я не потеряна для общества и для самой себя. Буду очень благодарна за ответ. Ну... Это вопрос с подвохом. Потому что... В бизнесе по ничем не надо. Вот. А проблематика здесь в том, что... Изрядную... Часть своей личности... Изрядную часть... Своей личности... Вы... Как мне кажется... Погребаются... Под... Мишурой. Вот. И... Изрядная часть... Ваша личность... Остается... По сути... Нераскрытой. Нереализованной. А... Неактивной. Вот. И это касается буквально всего вашего текста, это касается буквально всего просто. Поэтому, что если я не говорю, что это касается вас полностью, но в тексте вы об этом говорите очень много. И мне кажется, что первое, на что можно было бы обратить внимание ваше, именно на то, что вы в себе подавляете, на то, что вы в себе заглушаете, на то, что вам важно. Да, и вообще, собственно, какая вы. Вот как вы сегодня, на сегодняшний день, на момент, когда вы прослушаете мой ответ. Как вы на этот день живете, как вы отдыхаете, как вы расслабляетесь, что вас вдохновляет, что вас привлекает. Вот. Потому что, вы знаете, довольно сложно, как мне кажется, довольно сложно, как мне кажется. Не заметят, что, например, иммиграция и отношения, которые вы выстраивали, выглядят так, как будто вы хотели сбежать. Обязать от мамы, от какого-то мира, может быть, не очень приятного, да, не очень комфортного и так далее. И вот в чем важность, как мне кажется, этого момента, в том, что здесь нет, так называемой, ну, настоящей активности. Здесь все, как будто, вот, идет, как вот некая такая, ну, некая реактивность. Вот. То есть, вы как будто бы только реагируете на, ну, на какие-то события извне, да. Вот. Но своей активности, как будто бы у вас, вот, как раз таки, нет. Вот. В чем, собственно, на мой взгляд, и проблема заключается. Вот. И если вы внимательно посмотрите на свой вопрос, вот, если вы внимательно посмотрите на, вот, свой вопрос, который вы задаете нам, то вы достаточно легко увидите в нем, в этом вопросе, перекладывание ответственности на нас. Вы говорите, придумайте, вот, вы психологи, придумайте, как мне себя убедить. Это, одно из, проявлений, психологической игры, дано, как раз таки. Вот. О, фажологи. О чем я и пытаюсь вам сказать. Именно поэтому я считаю, что вам не нужно пытаться себя убеждать в чем-то. Вам нужно постараться нащупать себя, научиться чувствовать, слышать себя, не перекручивать один узел другим узлом, как вы это делаете сейчас. Путь, путь, путь это, может быть, кажется продуктивным, путь это, может быть, кажется легким, но на деле этот путь идет в никуда. Вы, конечно, большая молодец, что обратились за помощью. Вы, большая молодец, что рискнули написать на сайте. Вот. Но это только первый шаг. Это только первый шаг к изменению вашей жизни. Второй шаг. Следующий шаг. Это выбор специалиста. Выбор специалиста и начало работы с ним. Мне кажется, такой ответ в целом вам можно дать сейчас с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и, в том числе, с точки зрения моих ценностей. Я вполне отдаю себе отчет, что, что-то из того, что я сказал. Ооо, могло вам не понравиться. Вот. Но я это говорил. Я хочу исключительно с целью донести до вас важные, как мне казалось, вещи и мысли. Вот. И надеюсь, что вас это определенный отклик вызвало. Очень важно, чтобы вы формулировали обратную связь. Либо на мой ответ, либо на ответ коллеги, с которым вы захотите поработать. Это поможет вам, позволит вам начать работу над собой. В свою очередь, я желаю вам всего самого доброго. Удачи и успешного решения ваших трудностей. Удачи. 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 Продолжение следует...